Всем привет! Вы на канале Мишаня! Всем привет, друзья! Вы на канале Мишаня! Сегодня у нас будет интересная распаковочка от компании Flame. Найкет Сприган, голый Сприган. Ну, попробуем его разобрать и посмотрим, в чем его голос, ну, как бы, относится к чему. Почему он именно голый? По сути, у нас наш Сприган может разбить нашего Космо Волтрека. Ну, кстати, я этому не верю, потому что Космо Волтрека очень тяжело разбить, и он очень сильный. Сегодня мы этого бойца разберем и сделаем из него две комбинации. Получается, повернем его верхний свой вверх, там, кармашками, и посмотрим, что он сможет сделать. Тест будет реальный. Итак, друзья, что у нас в коробочке? В коробочке у нас находится вот такой запускач в виде мяча. Тяжело вставляется. Вот такой красный запускач, довольно неплохой. В принципе, мне такие запускачи тоже нравятся. Ну, давай же, прокрутись. Ну, нет. Ну, ладно, я уже его закрутил. По поводу... Ну, вроде бы, держится нормально. Итак, друзья, давайте его разберем. Состоит он из таких деталей. Кокаровского у нас пока нету, но, в принципе, нормально. И вот так выглядит наша аватарочка в таком синем, я бы сказал, бирюзовом, даже не бирюзовом, а перламутровом цвете. У нас тут находится, получается, с обратной стороны три зубчика, и они такие довольно маленькие. Что это даст, я не знаю. Ну, мы когда его соберем, мы тогда поймем. Даже аватарочка даже с неплохого качества сделала, с пластика. Итак, дальше у нас идет, друзья, железный чип под номером, я бы сказал, даже не под номером, под виде восьмерочки, знак бесконечности. А по сути должен быть иксообразный железный чип. Почему они его сюда вставили, что они хотели дать ему то ли больше баланса, то ли больше силы. Я не могу вам точно, ребята, сказать. Ну, по металлу, не знаю, сэкономили, либо нет, но вроде бы так сильно не похоже. Дальше, друзья, давайте рассмотрим верхний слой. Верхний слой выполнен, я бы сказал, похожий чем-то на корону. Смотрите, какой классный, чистый, синий, хороший цвет. Зачелочки вот эти работают замечательно, хорошо. Тут внутри у нас полость пустая. Ну, что это даст, тоже не могу точно вам сказать. Ну, он, как бы сказал, я не совсем понимаю, зачем они такое сделали. Он даже, как бы, получается, не совсем какой-то атакующий. А если мы рассмотрим... А еще, если не ошибаюсь, то в Токаровском, в какой-то из серии, то тут он, получается, должен быть каким-то золотым цветом. Ну, вообще, как-то они по-другому сделали. Итак, друзья, давайте рассмотрим то ли силовой диск, то ли продолжение верхнего слоя. Верхний слой выполнен в таком бирюзовом у нас цвете. По окружности у нас идет металл с такими красивыми рисуночками. С обратной стороны, как видите, идет крепеж из четырех винтиков, из пяти. И также есть вот тут у нас металл. Довольно такой увесистый этот верхний слой продолжения, либо силовой диск, точно не могу вам сказать. А если мы рассмотрим, получается, вот эту деталь, то эта деталь вообще, в принципе, одна и та же по цвету, но она легкая. В принципе, она делает такую вещь, что она просто помогает скреплять вот этот весь бутерброд. Там, как ты бы ее не повернул, то она ее держит. Потому что без этой штуки, получается, драйвер, драйвер не будет, не за что держаться. А если говорить по поводу драйвера, драйвер у нас выполнен в таком синем цвете. Драйвер орбит металл, но если мы говорим про токаровский, в токаровском вот тут будет вот этот шарик больше выдвинут, больше будет виден. По поводу пружины, ну, пружина тут где-то средняя, друзья. Давайте все это дело соберем, взвесим и протестируем в разных положениях. Ради примера давайте взвесим. Аватарочка Sprigano 268. Верхний слой синего цвета 9007. Железный чип 814. Продолжение силового диска пластмассовая 367. Драйвер 645. И вот эта часть силового диска, то что прикрепляется к верхнему слою 1611. Итак, друзья, Beyblade целиком 4607. Довольно неплохо смотрится вот этот красавчик. В комплекте наклеечек нету. Вот этот бутерброд я не знаю, что он может. Ну, в принципе, я как бы не запускал, наверное, скорее всего он будет просто не атаковать. А все из-за чего? Из-за его вот этой бочковидной формы. Итак, друзья, давайте его послушаем. Вот такие очень затянутые щелчки. И я бы сказал, последний идет вот на последний именно зубец. Вот именно такой именно щелчок. А так, конечно, тяжело будет его разобрать. Сами вот эти края острые. Ребята, кто будет покупать, осторожно. Не уколитесь, потому что реально они острые. Друзья, первый запуск. 3,2,1,3. Итак, друзья, он, видите, чуть-чуть гоняет по арене. И скоро, наверное, займет центра арена. Вот потихоньку он занимает центра арена. Ну, кусочие, будьте осторожны. Острые, концы у него. Спригана на арене. Лорд против голова. Спригана. С7. Поехали. 3,2,1,3. Кому? Вау, вот это интересно. Все же. С7 выиграет, друзья. Интересно. Второй раунд. И, видите, защитился на середине. ХП-шка осталась. Еще чуть-чуть и бы разлетелся. Да, кстати, возможно было бы. Нормальная битва получилась. Лайкос и подписка. Режим во втором положении. Мы его сейчас будем тестировать. 3,2, они... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, опасно было. Давайте перезапуск сделаем неудачный раунд. Почему? Я же выиграл. Ты выиграл, но почему-то мне не показалось, что как-то не очень. Будет сейчас перезапуск. 3,2, они... Давай. А тут злой это пей. Так все. Так все. Вау, ты мне раскрутился. Посмотри на это. Ого. Ого-го-го. До сих пор. А кто тут выиграл, я не знаю. Вроде бы я остановился, ты мне начал докручивать. Друзья, ну что сделаешь? Два боя хороши. Лордик идет на скамейку запасных. Следующий бой. Регали Генезис. Компания Флейм. Против компании Флейм. Сприганой С7. 3, 2, 1, 3. Вау. Вот это класс. Вот это ударчики. Уху-ху. Дисколько. Да. Давно такого не было, конечно. А смотри, они... У этот регалий ничего не может сделать. В принципе, по сути, сейчас. Надо вторую битву сейчас сделать. Мне понравилось. Класс получил. И оба целенькие. Вот блин. Блин, блин, блин. Класс. Друзья, сприган выигрывать. Давай еще раз. Бери быстрей. Второй раунд тестирования. 3, 2, 1. Класс. Не, камон. Ааа. Вылетает. Вылетает. Регалий тут выиграют. Лайкосы, друзья. Классная битва. Отличный бой. Выдержал. Испытание. Второе положение. Вспрыганье. 3, 2, 1. А не вперед. Ааа. А ну, покажи. Покажи, не стесняйся. Разлетается в ловушке. Давай дадим второй шанс нашему регалий Генезису. И посмотрим, что он сейчас сделал. Держи. 3, 2, 1. Вперед. Ну, все. Тут понятно. Регалий Генезис в таком положении, когда у Спригана не может нормально сражаться и вылетает в ловушку. Проигрывает. Джокер против Спригана. 3, 2, 1. Вперед. И да. Ааа. Ого. Вот это круто. Друг, давай еще раз взял перезапуск. Мне понравилось. Ай, да молодец. Будем играть по одному раунду. Ну, это было красиво. Конечно. 3, 2, 1. Вперед. Вперед. За камеру. Ого. Ого. Теперь моя вообще. А чего ты боишься? У тебя же тут защита. Боюсь, что разлетится так, что может попасть. Итак, друзья. Получается, кто у нас тут выиграл, ну, как бы дружба, ничья. Во втором положении наш Сприган. Поехали. 3, 2, 1. Вперед. Вау. Вот это нежданочка. Вот это круто. Джокер сразу разлетается. Ну что, сделал еще раз битву? Да. Вторая попытка. 3, 2. Вперед. Вау. 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 Ну, Джокер тут дал жару. Я прыгеру. Классная битва. Фишка в этом Бейблэда. Он часто вылетает в ловушку и потом хочет возвращаться. Но сейчас у него так не получилось. Ребята, апокалипсис. СБшка против Флэйма. Поехали. 3, 2, и вперед. Битва. А, снова, блядь. Вау. Ты видишь? Да, честно. Нечестно. Я вроде бы еще крутил. Нечестно. 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 Было, если я бы остановился. А я вроде бы еще вращался. Друзья, давайте сделаем второй раунд. И посмотрим, тот тут выиграл. А в замедленной съемке мы узнаем, реально я крутился и смог выбить. Ну, реально я попал в ловушку, вылетаю, тут еле кручусь и тебя выбиваю. Ну, это же супер бой, друзья. Только ждем ваших лайков и подписочек. Ну, давай, второй раунд. Ты готов? Да. Проиграть. Нет. 3, 2, 1, вперед. Ну же, давай. Давай. Да, да. Вот теперь честно. Да, теперь честно. Друзья, передаем привет нашему дружбану в Молдавию, в город Кишинев. Прайм апокалипсис против Спригана. У него второе положение. Мы поменяли. Поехали. 3, 2, и в 3. Давай. Ну же, давай. Подскакивает и раскрутит. Не, пошли. Раскрукивает. Апокалипсис. Но проиграл мой Спригана 7. Мишаня радуется. Апокалипсис. Чемпион. Друзья, на арене мастер против Спригана. Поехали. 3, 2, 1, вперед. Не, камбл, хороший запах. Пошли. Как мастер вылетает. Мастер его добивает. Вылетает. Дал ему второй шанс. Нет. Просто вылетел и выигрывает. Круто. Меняем бейблэйд. Класс. Вот это мастер. Сприган во втором положении. 3, 2, и в 3. Сприган во втором положении. Все пока. Мастер выбивает. Нет, я не доволен. Я хочу еще раз. Как это так? А я хочу тебе еще раз проиграть. Проиграть? Мне проиграть? Сейчас ты проиграешь. 3, 2, и в 3. Да ладно. Давай. Еще раз. Давай, смотри-ка. Мастер бьет. Мастер бьет. И останавливает, скорее всего. Да. Да, мастер в этом положении. Круто. А Сприган во втором положении. Слабоват. Ребята, довольно неплохой бейблэйд. Вот этот, я бы сказал. Сприган из 7. Как его, в принципе, называют. Голый. Но мне больше всего понравилось положение, когда наоборот. В первом положении. В таком положении мне не очень понравилось. Потому что он цепляется вот этими зубцами об арену. И притормаживает. Тут надо ровно его запускать. Чтобы он просто был, как бы, вот так ровно крутился, вращался. А так, по сути, бейблэйд довольно неплохой. Друзья, подписывайтесь на канал Мишаня. Ставьте лайки. До новых встреч. Дальше будет интересней. Пока-пока.